Привет, меня зовут Станислав Орехов, я дизайнер интерьера по образованию, но по факту я стал предпринимателем в этой теме. Я создал несколько бизнесов, у меня есть студия дизайна, где мы создаем для наших клиентов квартиры и дома. Я написал книгу «Энциклопедия дизайна и комплектация», где мы рассказываем о том, как устроен рынок дизайна. Также мы создаем 10 лет подряд большое мероприятие, это ивент-агентство. У меня есть другие бизнесы, связанные с личной практикой, я помогаю дизайнерам, предпринимателям зарабатывать больше, найти свою уникальность и развиваться в этой теме. И получается, что есть несколько разных бизнесов, и они все работают без меня. Если я хочу из них выйти, я могу всегда построить систему, нанять сотрудников и работать по этой системе. Эта система работает по одному алгоритму, и все вот эти, казалось бы, даже разные бизнесы, они тоже построены по единой схеме, о которой я хочу вам рассказать. Но перед тем, как рассказать о схеме, я хочу дать понять, для чего это вообще нужно. Если мы находимся постоянно в рутине и занимаемся задачами, сначала кажущимися интересными, то потом, шаг за шагом, у нас набирается разная компетенция, и уже оказывается, что времени в сутках становится очень мало. Все часы израсходованы на что-то. Если у нас не только один бизнес, не только одно направление, но несколько, то мы просто не можем найти время. Сейчас я могу заниматься развитием новых направлений, работать с премиум клиентами, развивать сервис, развивать различные другие области, которые мне лично интересны, как творческому человеку, потому что я не могу и не хочу сосредотачиваться на какой-то одной области, я затрагиваю их все. Если вы тоже творческий человек, то тема систематизации может быть вам очень полезна, потому что позволяет выработать и выделить ваш творческий потенциал для того, чтобы расти и развиваться дальше. Существует миф, что нельзя делегировать тему, если ты кому-то передаешь, то все начинает рушиться, если ты постоянно не находишься в операционке, то все не работает и сотрудники не справляются. Этот миф распространяют люди, которые просто не знают, как работает психология, как работают схемы, как можно придумать любой механизм и сделать так, чтобы он работал. Я понимаю, как работает человеческий мозг, я понимаю, как работает мозг творческого человека, и можно всегда выстоять систему, в которой наши сотрудники, мы и наши клиенты будут работать вместе и добиваться результата. И, собственно, наша задача для того, чтобы система работала самостоятельно, построить такой способ достижения результата, в котором вы, клиенты, приходили и получали лучший результат, сотрудники зарабатывали достойные деньги и сами отвечали за этот результат, а вы, как руководитель, отвечали бы за некоторые разделы, допустим, привлечение клиентов, работа над брендом и открытие новых тем. Таким образом, каждый в этой системе занимается своим делом и получает удовольствие от процесса. А если это так, то эта система будет работать очень стабильно. На данный момент у нас такое устроено. У нас есть некая система, по которой сотрудники сами работают с клиентом, сами следят за временем, сроками и бюджетами, сами знают, как правильно вести, если нужно, проходят обучение и дальше уже внедряют полученные навыки, знания именно непосредственно с клиентом. И ответственность лежит на сотрудников, они с удовольствием берут эту ответственность. Почему? Потому что мы берем на работу только ответственных людей и даем им помощника, именно системы, по которой они именно творчество свое раскрывают, а все административные части уже описаны как система. Таким образом, сотрудники сами сдают работы с клиентом и получают результат подтверждения, что работа сдана, получают деньги от клиента, и дальше эти уже деньги распространяются и в зависимости от финансовой модели распределяются между всеми участниками проекта. Таким образом, руководитель не обязан никого мотивировать, он не должен никого толкать, чтобы они делали свою работу, а наоборот получается, что сотрудники, если они знают, что делать, они никому не мешают, они сами в любой обстановке знают, как правильно вести свои дела, как делать работу, и потом уже по результату месяца или по результату проекта отчитывается о своих успехах. Это не между тем, кто меньше работал и больше заработал, а наоборот, кто сделал более эффективно, и тому сотруднику, соответственно, получаются и бонусы. Это очень эффективный метод, который позволяет двигаться вперед и развиваться в этой теме, получая удовольствие от процесса. А если человек творчески доволен, то и результат его творческой деятельности тоже очень и очень высок. Построив такую систему в своем бизнесе, и не в одном, а в нескольких, я сейчас открываю новые направления, тоже по этой теме, в котором беру, по сути, управляющих, если это необходимо, управляющих партнеров, которые сами знают, как работать по системе. Я вместе с ними придумываю систему и даю клиентов, а они по этой системе начинают работать. Это дает мне возможность не участвовать в операционном управлении, а заниматься другими вещами, связанными с брендом, со стратегией. Сейчас я обучаю этой технологии, в том числе других людей. Уже сотни компаний вместе со мной поработали по этой теме, внедрили эти системы, и у них построился точно такой же бизнес не только в дизайне, но и в маркетинге, в продажах, в автоворонках, в написании книг и других областях. Эта схема работает там, где есть творческие люди, где есть творческие потенциалы, где можно построить процесс, который будет приносить результат клиенту. И в этом видео я буду рассказывать, как построить творческую работу в творческой сфере. Сначала кажется, что это невозможно, но сейчас вы убедитесь, что эта система будет работать, если вы сделаете все правильно. И о том, как сделать все правильно, как раз будет немного дальше. В этом видео я покажу вам инструменты, с помощью которых вы сможете построить системный бизнес, чтобы больше зарабатывать, заниматься созданием нового продукта, освободить свое время для жизни и для новых совершений. А сотрудники, чтобы работали сами в системе, зарабатывали деньги, у них была карьерная карта, и они были мотивированы. Для того, чтобы это сделать, есть некая система, структура, которая состоит из пяти элементов. Я хочу показать вам эту тему в том формате, что вы увидите, какие инструменты я лично использую для своей работы. Они достаточно понятны и просты, я их сейчас покажу, и вы увидите, что каждый из них, в принципе, вы можете внедрить. То есть в них изначально нет ничего сложного такого, чтобы вы не смогли сделать. И самое интересное заключается в том, что внедрив каждый из этих инструментов, разобравшись в нем достаточно детально, вы поймете, что да, первую часть мы можем сделать, вторую часть можем, третью могу, четвертую могу и пятую могу. Но, естественно, в каждом из этих инструментов есть детали, о которых мы поговорим позже. Но в целом очень хочется дать уверенность, что эта система, о которой я вам рассказываю, система работы профессиональной, без вашего участия в творческом коллективе, в любом бизнесе, который работает онлайн и приносит доход собственнику, это возможно. Давайте посмотрим, как это выглядит, и вы дальше попробуйте применить это в своем бизнесе. Если что-то будет не получаться, сможете задать мне вопросы в комментариях, и я постараюсь ответить на эти вопросы. Итак, первая часть – это структура. Суть заключается в том, что для того, чтобы любая система работала, неважно какая, запускаем мы ракету в космос, либо пишем книгу, либо создаем продукт для премиум клиента. Любая тема, которую мы делаем, мы можем делать это хаотично, интуитивно, и тогда у нас мозг работает как? Мы, исходя из задачи клиента, придумываем какие-то решения, предлагаем им и решаем. Такие работы тоже есть, но это больше похоже на услугу и некую такую хаотичную достаточно деятельность. Если мы говорим о работе системной, если мы хотим повторяемые, всегда прогнозируемые результаты, так или иначе, нам нужно, нужно систематизировать свою работу, сделать так, чтобы все было по определенному алгоритму. Любая алгоритмизация, она возможна в любой теме, и если вы не видите алгоритм, если вы думаете, что каждый раз у вас в проекте или в процессе все по-новому и все индивидуально, то либо, первое, вы не видите закономерности, соответственно, вам можно их найти, попробовать просто посидев, расписав, так происходит абсолютно в любом бизнесе. Я могу сделать систему абсолютно в любом бизнесе. Либо, второе, вы просто нанимаете человека, который умеет это делать, либо сами, либо нанимаете, но в любом случае есть алгоритмизация абсолютно в любой теме. Еще возможная проблема заключается в том, что вы делаете слишком разные услуги, слишком разные проекты для слишком разных клиентов и делаете это все персонально. Это тоже возможно, но в этом случае ваше время должно стоить очень дорого, потому что вы обменяете время своей жизни на работу для клиента, и вам просто нерентабельно оказывается брать маленький проект, тогда ваша задача работать на крупные чеки, на высокие чеки, то есть со стоимостью 500 тысяч, миллион и более. То есть вот моя индивидуальная работа стоит от 500 тысяч, 500, миллион, полтора миллиона, вот в различных форматах. Вот тогда вы продаете свое время и тогда уже лишаете персональную работу клиента. Во всех остальных случаях должна правильно работать ваша система и структура, и вы, задавая структуру, описываете, какие продукты вы делаете, то, что вы делаете, что вы не делаете, выбираете наиболее рентабельный и наиболее подходящий проект, описываете это как систему, сколько вы тратите денег и как они расходуются на привлечение клиентов, сколько тратите на производство, сколько на административную часть. Таким образом у вас вырисовывается общая структура, о которой, ну, тоже мы с вами говорили, то есть в целом структуру создать возможно. И самое главное здесь, что вы делаете уже не услугу под каждого конкретного клиента, а продукт. А продукт можно систематизировать, можно описать, можно поставить, сколько вы тратите денег на него, можно нанять сотрудников, и тем самым вы начинаете расти. Поэтому первая часть – это разобраться и перевести вашу работу, какой бы она ни была, из состояния услуги в состояние продукта. Это первая часть. Ну, надеюсь, идея общая понятна, да, и чтобы это сделать, есть инструменты как раз, когда вы описываете все действия и смотрите, как у вас происходят процессы производства работы, привлечения клиентов и административной части. Итак, давайте рассмотрим вот такую схему. Глобально весь бизнес можно разделить на три раздела, и вот этот человечек – это будет собственник. То есть мы… Первый отдел – это производство. Мы производим какой-то товар, какой-то продукт и предоставляем его. Дальше у нас есть привлечение клиентов. Нам нужно привлечь аудиторию на этот товар, чтобы они это купили. И также у нас есть сопровождающие материалы. Это административный отдел. Это у нас юридические моменты. Это офис, система, которая позволяет функционировать и помогает процессам. И HR, то есть привлечение клиентов. Можно разделить на больше частей. Это делается, если это необходимо. Но для упрощения самый простой вариант – это сделать три части и в эти три части объединить все остальное. Итак, давайте посмотрим. Первое дело – это отдел производства. Здесь у нас всегда есть последовательность работы. Это у нас получается любой процесс, который мы делаем с клиентом и делаем не персонально для него, а какой-то систематизированный. У нас, получается, идет через несколько этапов. Первый этап – это всегда выявление задачи, технического задания. Второй этап – это базовая версия, допустим, концепция. Третий этап – это уже эскизный проект. Четвертый этап – это может быть детальный рабочий проект и может быть даже внедрение. Так или иначе, вне зависимости от того, создаем мы дизайн-проект, создаем мы книгу, создаем мы дом с нуля, либо маркетинговое агентство, у нас все процессы происходят через этот путь. И ключ здесь к тому, чтобы автоматизировать – это видеть сценарий работы. Нам нужно перевести услуги в категорию продукта. Это очень важная часть. Именно это позволит нам продавать дороже и продавать системно. А также нанять людей, чтобы каждый раз люди не спрашивали, что нужно делать, а знали, как надо делать. Мы должны это прописать один раз и сделать это мы должны как собственник самостоятельно. Дальше возникают дополнительные продукты, потому что если мы работаем стабильно, если мы хотим больше денег, то нам очень важно не брать себе одного клиента и потом следующего, а продолжать общение и отношения с этим клиентом на продолжительной основе. Это очень важно, потому что цена привлечения клиентов достаточно высока. И многие клиенты, которые приходят к нам, допустим, за небольшой услугой, за концепцией, за идеей, за планировкой, за небольшой рекламной кампанией, в дальнейшем они с нами остаются по той причине, потому что они видят подход, если у нас все хорошо с позиционированием, с философией, если мы хорошо общаемся с клиентом, то у него нет смысла уходить в какую-то другую компанию, он с удовольствием купит у нас, если у нас есть другие услуги и продукты. И вот мы поэтому делаем дополнительные продукты и услуги в следующих сценариях, но ни в коем случае их не смешиваем с первым. Допустим, клиент сначала у нас пришел, купил первый продукт, допустим, мы сделали для него некую концепцию и идею, проект. Дальше он попросил внедрить этот проект к нему в бизнес, за это мы можем взять в два раза больше денег. И дальше он, возможно, попросит нас создать либо целое отделение, либо целый отделение, либо параллельный бизнес, либо он посоветует нас в другую компанию, где вообще нету этого бизнеса. Например, дизайн-проект в производственную компанию можно организовать именно свою дизайн-студию, и это будет стоить гораздо больше. И наша задача – иметь линейку продуктов от бесплатного, то есть от нуля, когда мы производим некую диагностику, в которую приходит наш клиент, и мы помогаем ему определиться, что наши услуги будут ему полезны и нужны. До базовой услуги и далее больше и больше. Это называется линейка продуктов. Мы ее один раз разрабатываем, мы понимаем, какая она должна быть, мы с ней работаем, и в дальнейшем клиент у нас идет по этой цепочке. Один раз получив клиента, у нас идет постоянно с ним работа. Это очень важный сценарий, его нельзя оставлять на самотек, мы должны как собственник его обязательно прописать. И это именно работа собственника – сделать так, чтобы все эти процессы шли один за другим. И если мы берем сотрудников, то каждый процесс, начиная с базового, продвинутого и суперпродвинутого продукта, они были тоже оцифрованы. Причем базовое нужно делать вообще на автомате. Нулевое желательно, чтобы это было вообще бесплатно для нас в изготовлении. Основной продукт – это наша основная работа. И здесь у нас рентабельность, как правило, 30-50% от сделки. Во втором случае у нас рентабельность бывает 80%, 70-80% – это нормальная рентабельность. И в третьем варианте рентабельность у нас может быть в несколько раз больше по сравнению с этими проектами. И здесь у нас больше индивидуальная работа, здесь работа тоже с некими индивидуальными вещами, может быть, с более топовыми специалистами, либо даже с нами. А здесь у нас идет с сотрудниками первая часть по умолчанию. Поэтому чем лучше и качественно мы окажем консультацию первоначально, чем лучше и качественно мы окажем консультацию и работу на первой стадии, на первом этапе, и внутри объясним, расскажем, что есть еще другие продукты, которыми тоже клиент, естественно, может воспользоваться, тем будет более эффективно, что клиент воспользуется другими услугами. Вторая часть – это привлечение клиентов. Привлечение клиентов у нас связано с тем, что мы захватываем внимание и вызываем доверие у человека. Для чего это сделано? Для того, чтобы люди, которые нас видят в интернете, не только наши знакомые, не только наши клиенты, с которыми мы уже работаем, но и люди совершенно с других сфер, видели нас, доверяли нам, как личному бренду, как продукту, видели рекомендации других людей и приходили к нам на бесплатную работу, если это есть некая диагностика, либо сразу же заказывая проект, если бесплатную работу вы не оказываете. Абсолютно не обязательно бесплатную работу оказывать. Мы сейчас практически не делаем никакой бесплатной работы, потому что и платной работы, в принципе, у нас достаточно. Но если мы только начинаем, в принципе, неплохо создать именно нечто бесплатное, либо какой-то тест-драйв. Ну, условно бесплатную, можно сказать, что мы сделали вот эту книгу. В книге я не только рассказываю полезную информацию, достаточно такая тяжелая и весистая книга, в которой, прочитав, клиент делает вывод не только о теме, он не только изучает тему этой книги, но он еще делает вывод обо мне как о профессионале и о моих качествах тоже как о профессионале. То есть это тоже такой более-менее бесплатный или дешевый продукт, который может посмотреть клиента и составить впечатление. Мы в привлечении клиентов имеем несколько различных вариантов, давайте про них поговорим. Первый вариант – это активные действия, когда мы упаковываем супер-предложения для незнакомых нам людей и даем рекламу. В этом случае клиенты приходят к нам, потому что увидели какое-то вкусное предложение, которое они хотят, допустим, создать дом мечты в минималистичном стиле за 3000 рублей сгладок на метр, и мы показываем красивую картинку, от которой клиенту очень хочется нам позвонить или оставить контакт. Это один из вариантов. То есть это активные действия, связанные с выгодой, с супер-предложением. Второе – это контент. Когда у нас есть, допустим, полезный канал, телеграм-канал, либо инстаграм-канал, либо даже книга, какая-то методичка, и мы постоянно даем информацию полезную человеку. Это работает, когда клиент еще не готов покупать, он собирается покупать через некоторое время, и он хочет исследовать процесс, который в дальнейшем он хочет разобраться и потом сделать осознанный выбор. Мы помогаем ему разобраться, и так как он разбирается на наших материалах, на нашей книгах, либо на наших методичках, которые мы делаем, либо на наших полезных постах, то он помимо того, что узнает тему, которая ему нужна и интересна, он еще узнает о наших принципах. И дальше это тоже помогает, естественно, сделать выбор в нашу пользу. Следующая часть – это тоже важная история – это известность. Люди привыкли доверять другим людям, которые доверяют тоже другие люди. То есть, если вы выступаете, если вы печатаете в журналах, если вас приглашают на радио, на эфиры, если приглашают на выступление, то, скорее всего, вы известная личность, а известные личности тоже доверяют, и им платят дороже, с ними не торгуются. Поэтому известность тоже стоит применять как стратегию получения клиентов и для повышения среднего чека, с этим тоже можно работать. И последняя часть – это наиболее сложная, но наиболее интересная – это сообщество. Например, как делаем мы, у нас есть сообщество системных специалистов, есть сообщество, которое развивает свои компании, бизнес. И в этом сообществе мы вместе все собираем информацию о рынке, я даю свои материалы, свои исследования, другие люди применяют. И все участники сообщества видят, что работает у одних, что работает у других, учатся, в том числе, на примере других. И вот так вот сообществом с общим принципом мы меняем индустрию. В подтверждение этого я сделал стандарт профессии. Это документ государственного образца для Минтруда, который помогает дизайнерскому всему сообществу работать по единой схеме. Частично это отмечено, опять же, в моей книге, но в целом это еще большая тема, которая изменит вообще нашу индустрию и на государственном уровне. Это очень важная часть, это сложная часть, до нее не все доходят, поэтому я бы сказал, что здесь идет по усложнению, по возрастанию. Самое простое сделать рекламу, это можно сделать буквально сегодня-завтра, если знать свои ключевые смыслы и что рассказывать. Экспертная позиция, можно раскручивать ее примерно за месяц, когда мы пишем полезные посты, привлекаем туда людей, делаем коллаборации с коллегами. Известность раскручивается за 3-6 месяцев, когда мы тоже становимся известными по какой-то своей теме, по авторской методике ее придумываем и оформляем. И сообщество делается, может быть, от года и более, когда мы придумываем вообще важную тему для всего рынка, для всего сообщества, становимся лидером и несем больше не для себя, а для людей. То есть сначала мы отдаем очень много людям, а потом собираем себе. Сообщество можно работать, когда у нас уже закрыты базовые потребности. Итак, мы делаем вот эти действия, и у нас получается за счет активности клиенты идут из этой части в наши заказы. Мы здесь делаем хорошие заказы, получаем кейсы, и эти же кейсы, которые мы здесь получили, положительные отзывы, положительные результаты мы используем для того, чтобы опять подогревать, бесплатно подогревать. Мы работаем кейсами и отзывами на то, чтобы активировать новых людей, которые еще не пользуются нашими услугами, опять пользоваться этими услугами. И таким образом круг вот этот замыкается. Мы делаем хорошо работу, мы об этом говорим, транслируем, мы это рекламируем где-то за деньги, где-то бесплатно коллаборациям, где-то через известность и таким образом мы закручиваем вот этот маховик. Плюс, когда человек попадает к нам в этот маховик пользы, то мы ему сначала оказываем базовую услугу, зарабатываем с него деньги, дальше часть из них, естественно, не все, но часть из них воспользуется другими услугами. И может получиться так, что человек пришел, допустим, заплатил вам сначала 50 тысяч рублей за базовую услугу, за комплектацию, потом купил на 200 тысяч рублей и потом заказал что-то на миллион, допустим, целый продукт, целый проект. У нас таких случаев очень много, естественно, не все, но надо понимать, что в любом случае в каждой категории, в каждом сообществе есть клиенты, которые хотят самое дешевое или бесплатное, это вот они, есть, которые хотят дешево, есть кто хочет бизнес-класс и кто хочет премиум уровень. И на каждый из этих уровень, если у вас есть проект, то очень велика вероятность, что часть людей просто его купят. Так мы действуем для того, чтобы собирать максимальные деньги. И дальше, опять же, и первую, и вторую, и третью часть, мы показываем разные варианты взаимодействия с нами, мы показываем разные условия работы и показываем разную эффективность, разные результаты. Все это дело подпитывает привлечение клиентов и опять мы получаем поток клиентов, которые приходят лично к нам. Да, еще одна очень важная вещь не сказал, но ее стоит учесть, что вот здесь мы прорабатываем свои ключевые смыслы, свои черты характера, свои ценности, мы становимся в единении с собой, у нас появляется некая идентичность, которую мы транслируем в свой продукт и которую потом мы транслируем людям. Люди видят наш подход, соединяются с ним и они хотят работать именно с нами. Не только заказать продукт какой-то абстрактный, там дизайн интерьера, либо абстрактную маркетинговую компанию. Нет, они захотят заказать именно у нас, потому что знают, что мы не подведем. То есть получается мы делаем сарафанное радио на большом масштабе, вот так это работает. Ну и последняя часть, третья, в данном случае, если мы создаем все регламенты и прописываем все, я называю это смазочным механизмом всей системы, мы должны в нашу систему, если мы хотим, чтобы она работала стабильно и самостоятельно, привлекать нужных людей. И привлекаем мы людей точно так же, в принципе, как и клиентов. Мы создаем такую же схему вот здесь, только не для клиентов, чтобы они заказывали нашу услугу, а для сотрудников. Мы создаем дополнительно, я здесь не нарисую, но мы разберем это дальше на мастер-классе, либо в наших платных материалах, можно будет почитать, посмотреть, что мы создаем отдел специально для привлечения сотрудников. Мы создаем карьерную карту по росту сотрудника, как он приходит к нам в самом начале, когда он еще на базовом уровне делает, и мы постепенно учим его делать с первого уровня, второй уровень и третий уровень. То есть у нас сотрудники растут. Именно это позволяет привлекать лучших сотрудников, мотивированных, которые готовы мотивировать сами себя самостоятельно, и мы мотивируем сами себя в команде. Именно такие сотрудники двигают наш бизнес вперед. Не потому что мы им платим деньги, не только поэтому, естественно, деньги, конечно, тоже очень важны, и мы платим достойные деньги, но больше всего их мотивирует уверенность в том, что все, что они делают, зависит от них, что они видят свой результат, и они видят точки роста. Поэтому для того, чтобы привлекать лучших сотрудников, мы настраиваем систему HR, привлечение самых лучших сотрудников в нашу систему, даем, объясняем им эту систему, и по этой системе они самостоятельно растут. Так работает схема. Также у нас есть обязательно система CRM, либо введение проекта, и CRM, чтобы учитывать клиентов, и введение проекта, чтобы им было удобнее всем сотрудникам там работать. Офис, если нужно, мы делаем, но это не обязательно, можно удаленно работать. У нас есть офис, вот этот, где мы встречаемся либо с сотрудниками, либо с клиентами, но это не обязательно, в основном у нас все люди работают удаленно. Это позволяет нам, так как у нас система все равно удаленно работает, HR работает удаленно, позволяет нам выбирать самых лучших сотрудников по всей стране, даже в других странах и даже по всему миру. И юридический аспект тоже, естественно, нужен, потому что мы работаем в законодательстве, в юридическом поле, и для того, чтобы все было четко, для того, чтобы мы были защищены, чтобы наша структура была защищена, и чтобы клиенты получали услугу, которая именно описана в договоре, чтобы они оставались довольны в любом случае, как минимум по договору, а как максимум стараемся сделать больше, у нас должны быть все документы правильно сделаны, и мы должны научить документам, как правильно работать наших сотрудников, и именно под каждую услугу у нас должен быть набор документов. Также бухгалтерия, естественно, это все нужно для поддержания, сопровождения этой системы. Примерно так работает эта тема, и если это все прописать, то бизнес будет работать самостоятельно. Если мы наняли хороших сотрудников, прописали последовательность работы, результат каждого этапа, отдали сотрудникам, определили, сколько они денег будут получать за выполненный в срок задания, определили им ответственных между собой, если мы рассказали, какие есть другие услуги и как можно туда подключиться, то мы продаем уже дорого. То мы как собственник работаем уже с топовыми клиентами вот в этом разделе, все остальное делают наши сотрудники, и мы занимаемся продвижением, привлечением клиентов, созданием сообщества и известности себя, продвижением своих ценностей, которые у нас есть, своего личного бренда. И мы отдельно, сделав всю эту систему, мы ее оставляем и смотрим, чтобы она просто не ломалась. Нас вовремя платим за интернет, вовремя смотрим, чтобы все было в безопасности, наши файлы, данные, доступы. На это можно поставить там тоже отдельного человека, который этим будет заниматься. Таким образом мы можем создавать здесь бесконечное количество дополнительных продуктов, мы можем делать, если мы занимались дизайном, мы можем писать книгу, сделать еще параллельно. Мы можем открыть интернет-агентство, мы можем заниматься частными консультациями. То, чем я сейчас занимаюсь, прям помогает другим людям. И, в общем-то, у нас становится время для работы. Вот такая схема примерно у нас получилась. Это первая часть. Значит, вторая часть – сценарий. Если вы создали структуру более-менее, структуру мы нарисуем примерно вот так, то есть здесь я, здесь у нас отдел производства, здесь у нас отдел привлечения клиентов и здесь административный отдел. Если вы эту структуру сделали, то это, в принципе, начало пути, вы уже можете понимать, что происходит и начать как-то действовать в этом формате. Теперь, если у вас есть структура вот такая, вы можете взять сценарий. Что такое сценарий? Сценарий – это работа над каждым элементом по системе. К примеру, если мы создали структуру производства, если мы хотим создать, мы делим на этап 1, 2, 3, 4, 5. Как мы добиваемся создания нашего продукта, что клиент пришел, у него еще ничего нет, у него только идея в голове и техническое задание, до сдачи проекта ему уже в финале в работу. Это важная часть, которая позволит нам понять, как мы добиваемся. В целом, это тоже написать несложно, практически с точки зрения мы берем просто лист бумаги, А4, открываем Word и просто пишем, как мы добиваемся результата. Смотрим, какие вещи у нас соединяются, какие разъединяются, то есть наша задача правильно сформировать именно последовательность. Точно так же работает не только в привлечении, в производстве, но и в привлечении клиентов. То есть, по сути, в привлечении клиентов тоже некий есть алгоритм. То есть, первое, мы привлекаем внимание, второе, вызываем доверие, третье, у нас есть консультация, встреча, консультация, четвертое, у нас продажа и пятое, у нас заключение договора. Точно такая же структура у нас есть. И фокус в том, чтобы ее тоже просто описать, и она у нас будет. В административной работе то же самое. У нас здесь возникает, допустим, найм людей, и мы тоже можем описать эту структуру. Общий смысл в том, что любое действие, которое у нас есть, мы можем переписать в сценарий по определенной структуре. И если мы это делаем, то это очень сильно упрощает нам жизнь и дает возможность действовать именно последовательно, дает возможность построить людей, построить финансовую модель, найти правильную точку безубыточности и дальше построить работу. Окей, это инструмент, я думаю, тоже понятно. То есть, сделать его несложно. Это как вот мы берем, допустим, сценарий фильма, и там написано, какое действующее лицо, что делать, в какой последовательности. Это делает сценарист. То есть, мы здесь выступаем в роли сценариста и прописываем, как мы добиваемся результата. Дальше мы становимся опять режиссером и начинаем считать модель, то есть, уже даже продюсером. Что такое финмодель? Это третий инструмент систематизации, который нам абсолютно необходим для того, чтобы построить системный бизнес и выйти из операционного управления. Чтобы люди, которые мы нанимаем дальше, действовали правильно и правильно распределяли средства, потому что, когда мы делегируем, нам обязательно нужно сделать так, чтобы люди сами принимали решения и работали по вашей схеме. Допустим, вы договаривались, что 50% от дохода вы отдаете сотрудникам на производство, 50% дохода вы оставляете себе на административные расходы, на то, что касается собственника, допустим, то, что является привлечением клиентов. К примеру, 10% вы отдаетесь на привлечение клиентов, 10% забирает себе владелец компании-собственник за то, что все это организовал, и 10% идет в резервный фонд и на административные расходы. Итого у нас остается 70%, который идет на производство. Из них вы можете сделать по финансовой модели, например, 50% идет в производство непосредственно людям, которые участвуют, и 20% будут бонусами, которые вы можете либо бонусами выплачивать, либо использовать по какой-то другой схеме. Это один из примеров финансовой модели, он работает для студии дизайна, к примеру, у нас мы так работаем, но для разных студий и компаний эта финансовая модель может быть другой, она может быть разной. Смысл в чем здесь самое главное? Что вы должны просчитать затраты, которые у вас есть, сколько вам платят клиенты, какая у вас рентабельность, какая у вас точка безупыточности, и прописать это в цифрах. И посмотреть, чтобы всем было выгодно, чтобы клиенту было заказывать по этой цене, чтобы сотрудникам было выгодно выполнять эту работу в таком формате, как вы договорились, тоже по этой цене, и чтобы у вас оставались лишние деньги на то, чтобы себе заплатить, и для того, чтобы у вас был запас денег на привлечение клиентов и на административную работу. Это называется финансовая модель инструмент, он не такой сложный, как многие там рисуют или проходят бухгалтерию, тут нет никакой бухгалтерии, тут в принципе это листочек на А4, два листочка, в котором прописана логика того, как распределяется финансы. Еще одна очень важная модель здесь, если вы помните, в других видео я рассказывал, что когда у нас отдел производства есть, мы делаем только основной наш продукт, но также еще есть там параллельные продукты, которые уходят с этим же клиентом, когда мы допродаем им дополнительные услуги. Так вот, часть денег от дополнительных услуг, которые мы делаем, которые у нас более рентабельны, чем первоначальные, тоже могут переходить к тем людям, которые работают здесь. Это более сложная схема, сейчас мы об этом говорить не будем, но в целом нужно это тоже иметь в виду. С практической точки зрения, допустим, если мы делаем дизайн-проект вот здесь с нашими дизайнерами, и клиент заказывает потом комплектацию и стройку управления строительством, то денег больше, естественно, там, но часть денег, которые мы заработали там, например, 5-10% на следующих услугах, они идут вот сюда, в фонд этой заработной платы, в том числе это можно тоже прописать, чтобы было справедливо. Как будто вот эта вот работа, она нам привела клиента, и, соответственно, вот эти 10% от привлечения клиентов здесь мы берем вот отсюда. Не знаю, насколько понятна эта схема, но в целом, как бы, таких схем можно сделать достаточно много. И здесь очень важно, естественно, в деталях и в нюансах все внимательно проработать, обычно на создании финансовой модели, там, с консультантом, например, уходит, там, за день, за два можно сделать и простроить правильный порядок бизнеса. Это критически важная вещь, потому что если финансовая модель и монетизация будет построена неверно, то первое, у вас получается, вы будете в минус уходить, вы будете сами доходы свои не получать, а оплачивать расходы, которые были сделаны лишние. И второе, сотрудники не будут мотивированы, очень важна им самостоятельность и мотивация, поэтому финансовая модель – это один из инструментов мотивации, самомотивации сотрудников, чтобы вам не приходилось за ним бегать. То есть вы им даете правление, показываете финансовую модель, показываете сценарий, показываете структуру, где кто находится, на какой точке, и дальше они действуют самостоятельно. В целом, финансовая модель, давайте я плюсики поставлю, структуру вы можете создать, можно такой чек-лист сделать? В целом могу, да, несложно, ну, как бы, да, надо поработать, постараться, но можно сделать. Это несложно сделать, скажем так, за 2-3 дня, 4 неделю. Второе, сценарий мы можем написать, да, тоже 2-3-4 дня, то есть в зависимости от загруженности. В целом нужно примерно 10 часов сюда, 10 часов сюда, 10 сюда, 10 сюда, 10 сюда, то есть итого можно примерно 50 часов взять и вы полностью построите структуру. В целом это возможно. Ну сейчас, да, 4-й и 5-й темы дойдем. Финансовая модель можно ли построить? Да, можно, то есть нужно, что для этого нужно разобраться, да, как она работает, как работает по структуре, как по сценарию работают и как распределить правильно, чтобы у вас был ориентабельный бизнес. Вот, в общем-то, тоже как бы особо ничего необычного, тут надо просто разобраться и сделать. К чему я сейчас это говорю? Я сейчас веду это к тому, чтобы вы понимали, что каждая из этих частей вам доступна, вы можете ее сделать и вы можете применить ее в любом бизнесе, как в бизнесе производства, допустим, если вы СММ какой-то пишете, так и в бизнесе продажи, потому что тут тоже есть такая же структура. По получению клиентов и по продаже, то есть здесь результат работы будет, допустим, готовый дизайн проект, либо готовые посты, либо готовая книга, а здесь результат работы будет записанный договор. В общем, систематизация подвержена любые бизнесы, даже, в принципе, административная работа, потому что здесь результатом работы будет готовый продукт, который вы в дальнейшем будете продавать. У нас, допустим, вот здесь есть система учета времени TimeMoney, это наше приложение, которое мы сделали ровно по такой же системе и тоже есть финальный продукт. То есть в любом теме, в любом продукте можно сделать структуру, сценарий и финмодель. Окей, с этим, надеюсь, все понятно, если что-то непонятно, обязательно пишите в комментариях, спрашивайте, приходите на консультацию, разберем уже более вам детально, то есть на консультацию можно прийти и поработать с вами по вашей задаче. И четвертая часть – это роли и функции. Что это такое? Роли и функции – это уже люди, которые нам нужны и функции, которые они выполняют. Здесь очень важно распределить задачи. У нас есть три типа специалистов, вы должны это понимать. Специалист, который делает, так он называется, SP-специалист. Есть старший, ведущий специалист, называем это так, ведущий специалист, который общается с клиентом, принимает задачи и сдает этот результат работы. И есть у нас арт-директор, который отвечает за качество и за правильность работы. Вот такие вот три у нас составляющие. Мы должны понимать, какие у них есть границы ответственности, как они вместе между собой работают и какие они могут быть в рамках продукта. К примеру, здесь это три основные типа по уровню квалификации. Есть еще специалист, допустим менеджер, специалист дизайнер, специалист копирайтер, дизайнер. Также ведущий специалист тоже может быть копирайтер, дизайнер, может быть менеджер проекта, продавец, например. Это все категория специалистов, которые сами отвечают за результат перед вами по финансовой модели. А вот эти ребята, просто специалисты, они отвечают за просто сделанную хорошую работу. Ведущий специалист отвечает уже за работу, сделанную по системе и за финансы. Вот в чем отличие. И арт-директор это очень важная должность, о которой многие забывают, но которая абсолютно необходима, чтобы все не пошло под откос, чтобы ваша работа, которую вы делаете, она была в соответствии с вашей философией, качеством и тому, что вы несете клиентам, чтобы это была ваша работа, чтобы клиенты не говорили, что качество стало хуже. Помните, мы говорили о звездочке, которая есть обязательно у нас, то есть это наши принципы и наше качество работы. Это качество работы мы обязаны здесь в сценарии прописать и финансовую модель тоже учесть. Когда мы договариваемся на работу с специалистами, мы ставим им критерии качества, что нужно делать именно так. Именно такой у нас формат общения с клиентами, именно такое у нас качество продукта. В итоге именно так мы ведем рекламу, именно так мы ведем бизнес, именно такой у нас фирменный стиль. То есть они это нарушать не должны. Так вот, арт-директор это тот специалист, который уже знает качество, который формирует вот эти вот основные вещи. Вы это должны сделать один раз, потому что люди, которых вы нанимаете, они просто этого не знают. У них свое позиционирование прекрасного и они могут просто там в этом не разбираться, но это ваша ответственность тоже донести. Поэтому вот в четвертой части, вот здесь вы распределяете роли и функции, то есть какие люди, какие роли будут выполнять и делайте их на сценарии. То есть если аналогию с фильмом принести, то вы берете сценарий и ищите героев уже туда, кто будет. Пока не конкретно людей, пока просто понимаете, что нам нужен там один главный герой, один злодей, один помощник, допустим, злодей, один помощник героя, одна там любовная линия какая-нибудь, допустим, девушка, которая будет с отношениями, ну и так далее. То есть мы именно распределяем, какие у нас роли и функции есть в зависимости от того, что мы делаем. Тоже, я думаю, здесь проблем не будет. Здесь всего бывает, ну вот в дизайне интерьеры в 10, например, функций, ролей и функций, можно посмотреть стандарт профессии, там примерно около 10. Если мы говорим о копирайтинге, либо создании автоворонок, то там может быть чуть поменьше, ну потому что деятельность чуть более простая, чем создание там полного дизайна проекта с реализацией. Там может быть 5-7 ролей. В любом случае мы их все прописываем обязательно и распределяем здесь на нашу карту, на сценарий. То есть роли и функции у нас распределяются на сценарии. Это важная часть. Хорошо. Я думаю, что с этим тоже понятно. Это можно сделать, это можно тоже распределить. Потребуется, ну, наверное, там 2-3 дня, чтобы это все сделать, понять. Я думаю, что реально. Если нереально, какие-то вопросы есть, то обязательно тоже задавайте, разберем. И последнее, это найм. Что такое найм? Теперь задача очень простая. Это вот тоже как сценарий. Мы должны взять кастинг директора, кастинг инженера и нанять людей, именно, которые будут работать по нашей структуре, по нашему сценарию, по нашей финмодели. По ролям и функциям распределим им. И они будут получать те деньги, о которых мы договорились. Здесь у нас 2 критерия очень важных. То есть важно продать идею работать именно так, нашему сотруднику потенциальному. И проверить, чтобы у него были такие же ценности, как у нас. То есть очень важны именно ценности, что совпадали. И стремление работать, чтобы он тоже хотел работать структурно по системе. Так как мы работаем удаленно, у нас люди, которые работают удаленно, они очень тоже хотят видеть и прогнозировать свою работу. Понимать, что они получат, сколько они получат, как они будут зарабатывать деньги. И для этого в найме мы им даем тоже несколько инструментов. У нас есть, допустим, карьерная карта. У нас есть распределение его роста, как он из младшего специалиста будет расти в старшего или в арт-директора, который может быть партнером в дальнейшем. То есть карьерная карта, финансы мы показываем, сколько ему. Мы даем им систему ведения проектов удобную, для того, чтобы он смотрел. Мы даем им безграничное количество заказчиков, потому что в данном случае наш сотрудник не ищет заказчиков. Заказчиков ищем мы в другой структуре, вот здесь. То есть то время, которое мы освободили для работы, мы применяем вот сюда. Таким образом, мы делаем систему найма. Именно систему найма, которая позволяет рассказать о нашей компании, наши плюсы, наши плюсы, которые мы даем нашим сотрудникам, наши принципы работы. И если в нашей компании все это прописано, все это есть, то сотрудник нас выбирает не только по деньгам. По деньгам, естественно, тоже это очень важная часть, но в основном даже не по деньгам, а потому что у него идентична ценность. И он видит, как он добьется результата в нашей структуре, в нашей форме работы. Это очень хорошо, то есть так как людей достаточно много, мы можем создать практически неограниченный поток людей и брать только самых лучших, самых замотивированных и самых заинтересованных. Более того, если мы транслируем результаты наших работ где-то в социальных сетях, везде о них рассказываем, то есть как можно больше людей захочет повторить этот результат и поучиться у нас не только работать, но и учиться. То есть мы будем брать лучшие проекты, так обычно бывает и люди приходят к нам за опытом, за результатом. И кроме денег мы им даем сообщество таких же людей, которые нацелены на результат и растят. Это очень-очень важно. Заметьте, не вместе денег, деньги это обязательно должно быть, финансовая модель это подтверждает. Деньги они сами зарабатывают и получают себе за правильно сделанную работу. Но вместе с этим люди, которые к нам идут, получают профессиональный рост. Это дело мы тоже упаковываем, то есть это такая же система, если говорить про последовательность, то есть сам найм это такая же система, вот здесь, которую мы прописываем и она работает точно так же. Я думаю, что схема достаточно понятна. Теперь давайте посмотрим, как эта структура работает вместе вообще целиком. Суть в следующем, что если мы прописываем структуру, прописываем сценарий, прописываем финмодель, роли и функции прописываем и определяем систему найма в зависимости от наших ценностей и транслируем это, чтобы к нам приходили сотрудники на нашу работу. То есть сама система вот эта, она является таким ключевым показателем и для нас, мы знаем, как работать, что делать, и для наших сотрудников, они приходят к нам, потому что хотят системности, потому что во всех остальных компаниях, в которых они приходят, они делают непонятно что, ну, то есть все вместе они делают, и результат никак не влияет, а здесь они конкретно влияют на результат, поэтому сотрудники очень хотят тоже работать, когда видят эту систему и прогнозируемость, когда вы им даете ответственность и свободу. И третье, это для клиентов, когда клиент тоже видит, что у вас есть эта структура, видит эту последовательность, то есть он охотно гораздо более платит дорогую стоимость, потому что видит, что здесь кажется, все подумали, и здесь действительно надежная компания. Поэтому создание сценария, структуры, финансовая модель, роли и функции и найма персонала является единой, то есть когда вы все это сделаете, это является как раз таки единой системой, уже вашей системой, которая построена на нашей механике, но на вашем бизнесе, которая является неотделимым именно для вас. Эту систему вы можете дальше в дальнейшем транслировать и трансформировать, сначала вы делаете производство, потом вы делаете привлечение клиентов, и потом также вы автоматизируете создание новых продуктов и административный отдел. И когда вы эту систему внедрите на всех трех составляющих, у вас получается вот этот целиковый, неуводимый бизнес, основанный на ваших принципах, который работает самостоятельно, ну по сути без вас. Это большая цель. И так вы можете делать с бизнесом дизайна, копирайтинга, маркетинга, то есть такие бизнесы можно строить дальше независимо. Подведем общий итог. Мы посмотрели пять инструментов систематизации, каждый из которых является неотъемлемой частью общей работы, и все вместе работают они целиком на благо системы в вашем бизнесе. И теперь вы видите, как каждый из этих элементов вы можете внедрить по отдельности, и как сделать так, чтобы они работали вместе в вашем бизнесе. Система работает как часы, потому что люди подбираются на конкретные функции, и сотрудники с ними согласны выполнять свою часть работы. Вы видите всю систему целиком по общим отчетам, и контролируете и приходы, и расходы, и получаете ту прибыль, которую вы заранее спрогнозировали с клиентов, получаете себе чистыми в виде личного дохода. Все работает по вашему сценарию, у вас видны все этапы, видно где кто недорабатывает, если такое бывает, и вы можете принять вовремя верные решения, чтобы не уходить в кассовый разрыв. И наоборот, вы видите тех людей и ситуации, которые ведут к прогрессу, вы тоже можете их отследить и назначить справедливые бонусы, либо усилить эти элементы для того, чтобы в других проектах тоже была больше прибыль. При такой системе ваши сотрудники будут сами отвечать за результат, и они будут получать удовольствие от того, что они видят весь процесс целиком, все прозрачно, понятно, все деньги у них на виду, и они с удовольствием будут тогда двигаться вперед по карьерной лестнице. Это то, что нам нужно, потому что у нас уходит необходимость мотивировать каждого сотрудника, и они по сути мотивируются сами работая в командах, и даже может быть немного соревнуюсь с собой, кто сделал лучший результат и принес больше денег в этом месяце. В такой системе люди соревнуются не только ради денег, но и за качество, потому что качество является важным критерием нашего продукта, и если клиент недоволен по какой-то причине, то продукт просто не принимается, и никакие деньги здесь не спасают. Поэтому мы работаем и на уровень, и в такой системе, в принципе, качество всегда растет, всегда поднимается. Тем самым это дает нам возможность транслировать результаты для клиентов, для того, чтобы привлекать еще более лучших клиентов и повышать постоянно свой чек. Мы, в принципе, этим и занимаемся, как руководитель, постоянно двигаемся к компании вперед и растим уровень заработка и для себя, и для наших сотрудников. Они это видят, принимают, и каждый занимается своим делом. Сотрудники работы и ростом профессионализма и работы на результат, а вы привлечением лучших клиентов и развитием своего личного бренда. Среда, которая образуется в этой системе, она лишена завистников каких-то проблем внутренних. Она подбирает только тех людей, которые готовы работать на результат. Но из-за того, что онлайн мир достаточно большой, нам нет необходимости собирать приличных людей только из нашего района. Мы можем воспользоваться абсолютно всем миром, и нашей команде работают люди совершенно из разных уголков нашей планеты, и все получают именно удовольствие от работы, и все дают результат. То есть такая система сама по себе гарантирует, что в нее придут только люди, нацеленные не на процесс, а на результат, и не на склочность в коллективе и разночтение, а наоборот на сотрудничество и взаимовыгодное движение вперед. Именно по таким ценностям мы привлекаем людей в нашу команду, в нашу компанию благодаря этой системе. Культура работы уже заложена в систему, и именно это дает возможность сделать ее устойчивой, прогнозируемой и саморазвивающейся. И эта система уже работает не только у меня, но и других ребят в других компаниях, которые построили подобный сценарий и внедрили его к себе. После этого у них остается время на собственную жизнь, на работу, у них замечательные сотрудники, которые сами работают по системе. В принципе сотрудники даже те остались, которые и были. Важно, что теперь у них есть инструмент, с помощью которого они могут зарабатывать больше денег, делать более качественный продукт и отвечать за работу самостоятельно. А вы занимаетесь тем, чем хотите, либо развиваете компанию, либо работаете с премиум сегментом, либо обучающих ваших сотрудников работать лучше, лучше общаться. То есть ваша задача развивать себя, развивать компанию как руководителя и двигать ее вперед к новым вершинам, развивая в процессе свои сильные качества. Продолжение следует...